Добрый день, меня зовут Павел Собираев, вы на канале «Центральный дом парных танцев». Возникла идея сделать регулярную рубрику, в которой мы будем рассказывать про значимые и интересные фильмы о танцах, которые, возможно, вы видели, возможно, не видели, возможно, видели только мы, но мы очень рекомендуем или хотим просто порассуждать или рассказать о том или ином фильме, что в нем значимого, почему его стоит посмотреть и какие-то, возможно, факты, о которых вы даже не догадывались. Я предполагаю, что эта рубрика будет у нас регулярной, но очень многое зависит от ваших лайков и от ваших просмотров. Если вам интересно и хочется продолжения, чтобы мы больше рассказывали о разных фильмах, обязательно поставьте лайк, я не буду ставить какого-то ограничения. Как минимум, точно мы 2-3 фильма какие-нибудь обзоры сделаем, но чем больше их будет, тем нам будет приятнее. Поэтому прямо сейчас обязательно поставьте лайк, подпишитесь, без этого вообще никуда. Это такая часть культуры блогерской, к которой мы тоже постепенно привыкаем. Так что это все, подписались, ну ладно. А мы, соответственно, начинаем. И первый фильм, который мы будем рассматривать, лично я его впервые узнал как «Австралийская танго». Но это фильм, у которого огромное количество разных названий, с очень разными странными переводами. Но самые наиболее известные, ну вернее, в оригинале-то он звучит вообще стрикли Болуум. Также его переводили как строго по правилам, только в танцевальном зале. Но самая последняя версия, которая сейчас существует на Кинопоиске, это «Танцы без правил». «Танец» был снят в 1992 году. Это очень старенький фильм, снят вообще в Австралии. Как я понимаю, поэтому, наверное, он назывался «Австралийская танго». И я его реально посмотрел очень-очень давно. Но он, к сожалению, по каким-то причинам не очень часто мелькает в различных списках к рекомендованным по просмотрам. Но, как оказалось, этот фильм очень-очень незаурядный. И первая незаурядность начинается с того, что этот фильм, бюджет у него был всего 3 миллиона долларов. Наверное, для Австралии неплохо, но как бы по мировым меркам вообще-то не очень много. Вот, а собрал он 80 миллионов долларов в прокате, что очень круто. Режиссером данного фильма был Баз Лурман, который, не знаю, как вам фамилия, но мне она мало о чем говорит. Но когда я посмотрел вообще фильмографию этого товарища, то немного прям даже удивился. То есть это человек, который снял в последующем, это был его дебют, а в следующем он как бы снял фильм «Ромео Джульетта» и также «Мулен Руш». Эти три фильмов сразу входили как бы в трилогию, которую он изначально задумал. И я, когда уже так вот ретроспективно вспоминал эти фильмы, понял, насколько они действительно сделали в таком похожей стилистике. И там намного больше перекликается, когда вы об этом узнаете. Но не зная этого факта, я вообще даже не связывал никак вместе с этим фильмом. Также к известным фильмам данного режиссера, уже не входящий во всю эту трилогию, относится «Великий Гэтсби». То есть режиссер оказывается достаточно серьезный, хотя, опять же, изначально Австралия, австралийская танго. Ну, короче, такие вот удивительные факты связаны с этим фильмом. Также фильм не обошел различные номинации и различные награды. Во-первых, он был в отдельном показе на Каннском фестивале. И удивительный факт, но этому фильму были посвящены 15-минутные овации после того, как его показали. То есть фильм в свое время произвел фурор. Также были номинации на лучший фильм у «Золотого глобуса» 1994 года. И победитель по разным всяким штукам у Британской академии в 1993 году. Это лучшие костюмы, лучший саундтрек, лучшая работа художника-постановщика. Ну и куча разных номинаций на лучший фильм, лучшая женская роль, лучший адаптированный сценарий, лучший звук, лучший монтаж. То есть при этом высокие рейтинги на кинопоиски, которые существуют до сих пор. То есть 7,5 такая оценка на кинопоиски. В общем, фильм... Вот я думал, что это у меня просто такие детские какие-то воспоминания приятные с фильмом. А оказывается то, что он по факту оценен как профессионалами, так и зрителями. Теперь немножко расскажу про актерский состав, в котором нету никаких звезд. Поэтому, возможно, у меня и было ощущение, что этот фильм как-то выпадает из общей моей логики. То есть в нем снялись люди, которые в дальнейшем никак не были задействованы в большой киноиндустрии. Ну, кроме опять режиссера. Ну, я же режиссера не видел, я даже не знал, кто это. Потому что я на ВХС и смотрел в свое время. Два главных героя, которых сыграли Пол Меркурио и Тара Моррис. В будущем они никак не были связаны, опять же, с кинематографом. Тем не менее, у них очень интересная их персональная история. Особенно Пол Меркурио. Во-первых, он... Есть фильм, если вы посмотрите, то это вообще про спортивные бальные танцы. Образца 80-х, 90-х годов со всеми внутренними хитросплетениями и всем прочим. Вот, но тем не менее, вот Пол, он не был танцором бальных танцев. Он был танцором классической хореографии, современной хореографии. И когда ему сначала его привлекли в качестве эксперта, и он должен был консультировать по, ну, как бы, подготовке танцевальных номеров. А потом ему сказали то, что, слушай, а может ты как бы сам снимешься? И он согласился поучаствовать в качестве актера. И в течение шести недель он полностью изучил вообще все бальные танцы, которые ему были бы необходимы для фильма. Я думаю то, что опытный глаз, я, как бы, в принципе, еще, как бы, находясь, ну, как бы, внутри структуры спортивных бальных танцев, я, как бы, как бы, мой глаз сразу видел то, что что-то в этом танцоре не то. Потому что его, как бы, технику нельзя назвать классической. И особенно во всех крутых эффектных, там, где он, там, проезжает куда-то на коленях, вот так прям эффектно, или он, там, выходит в какие-то, там, позировки, какие-то его вот эти экспериментальные па, которые он предлагает, они явно намекают на то, что человек это точно не из спортивных бальных танцев, а то, что у него есть какой-то бэкграунд современной хореографии. Это сто процентов бросалось в глаза. Но вот оказалось действительно это так. последовательность, то, что 10 лет классической современной хореографии и потом 6 недель спортивных бальных танцев, и, соответственно, вы можете играть главную роль чемпиона в фильме про бальные танцы. Про Тару Моррис меньше могу что сказать, но единственное то, что она еще снялась в фильме Моли Эн Руш в качестве проститутки и, ну, в смысле, в роли проститутки. Вот, она там, у нее небольшой такой вот есть, небольшая роль. Одним из главных успехов данного фильма является, в принципе, сам по себе каст. Потому что Пол очень круто сыграл свою роль такого молодого, дерзкого, эффектного, амбициозного танцора, который борется за такую свободу самовыражения, который хочет показать то, что он имеет право, ну, как бы, ломать систему. Но когда он пришел на пробу, ему сказали, чувак, ты слишком старый, уже тебе 28 лет, и поэтому там дополнительно делались различные хитрости для того, чтобы сделать его, ну, как бы, визуально более молодым. Он там накачался, чтобы быть более крепким, и показал такой брутальный, харизматичный характер. И, в принципе, это является одной из главных достижений данного фильма, то, что очень показан крутой образ. Но они не знают. И как бы сам Пол решил доказать то, что он может быть, ну, как бы, может выбрать то направление деятельности, которое ему интересно, и он стал профессиональным танцором. И в этом контексте очень интересная еще такая история, связанная с тем, что после успеха австралийского танго Полу почти сразу предложили сняться еще в нескольких фильмах, в которых он отказался сняться, потому что ему там нужно было играть гомосексуалисты и трансвеститы. И он сказал то, что я не для того же создавал такой образ брутального, крутого танцора, может, но для того, чтобы его почти сразу разрушить, сыграв какие-то сомнительные роли. В этом, к сожалению, возможно, частично есть и причина, то, что он потом не был так востребован. Но это понятно, то, что чувак из Австралии, и пробиться, возможно, на Голливудский олимп было очень сложно в 90-е годы. Тем не менее, он отказался от каких-то соблазнительных ролей, потому что он видел немножко по-другому свое позиционирование в кино. Теперь давайте немножечко перейдем вообще к самому вкусному, это вообще про что фильм. Фильм состоит из двух интересных историй, в которых вы можете узнать себя, можете узнать кого-то еще, можете узнать своих друзей. Одна, это как бы, ну, стандартная такая история Золушки, история гадкого утенка, когда была вот такая там вообще девушка, у которой не было никаких шансов, она ничего не умела, и все было плохо. И она в короткий момент времени, бац, и стала звездой, и стала очень-очень крутой. Ну, вернее, звезду она, мы не знаем, стала, не стала, но как минимум она добилась цели, она танцевала на там крутом соревновании, и, в общем, у нее, короче, все получилось. То есть она преобразилась, вот, преображение из такой дурнушки, и, кстати, прыщи ей эти там все нарисовали смешные, вот, вот такую прям суперэффектную танцовщицу. А у нее тоже, кстати, изначально она не умела танцевать, она не умела танцевать, вот. И то, что она научилась за там время подготовки к фильму, вот это тому и научилась. И вторая история, это как бы борьба с системой. Сам главный герой, персонаж Скотт, он борется с тем, что вот есть, существуют правильные па, которые все придумали до него, и вот нужно двигаться именно так, а он так не хочет. И там разные хитросплетения, там то, что вот история отцов и детей, вот там его отец на самом деле, вот он тоже изобретал, и вот потом вот его обманули. И, ну, то есть я не буду все спойлеры рассказывать, но, в общем, там очень интересное пересечение вот этой истории отца и истории, ну, как бы сына по поводу их там видения того, как развиваться в танцах. И это очень, ну, круто, вкусно показано, как в любой системе система пытается сохранить свои каноны и боится, когда ее начинают рушить. Ты хочешь танцевать в своей манере, да или нет? А вот это не твое дело. Дебютантка не имеет права выступать с претендентом. А претендент не имеет права идти против правил федерации, но ты же рискнул. Тут другое. Что другое? Ты такой же, как все они. Тебе лишь кажется, что ты другой, а тебе просто страшно. Страшно дать шанс новичку, а вдруг он окажется лучше тебя. В фильме очень много юмора, и реально там есть такие шутки, которые прям, если вы вообще в танцевальном, без разницы, что вы танцуете, любые парные танцы, которые вы танцуете, если вы увидите эти шутки, то вы просто будете от некоторых валяться на полу, потому что это очень, во-первых, как бы сама шутка смешная, во-вторых, показано очень вкусно, и, ну, фильм вообще очень в этом смысле красивый. И образы такие, ну, как бы интересные, и там развитие сюжета, в общем, просто даже отдельно ради юмора, я думаю, стоит посмотреть. Плюс вы найдете очень много аналогий с тем, то, что происходит в танцевальной индустрии, в том числе сейчас. И это настолько, знаете, ну, интересно, то, что проходит там годы, десятилетия, и нам кажется, то, что какие-то вещи, вот, они происходят впервые, там, в бачата тусовки, в сальсе тусовки, и мы не знаем, как на это реагировать, но на самом деле все то же самое было вообще всегда. И переосмысляя вот эти истории в таком художественном виде, на самом деле тоже, как бы, люди формируют свое, ее, ну, как бы, отношения, и, несмотря на то, что фильм в целом можно назвать легким, это отличный вообще выбор для такого, знаете, легкого просмотра, там, в субботний вечер в приятной компании, можно даже прямо в компании друзей его посмотреть, то, что при этом в нем очень много узнаваемых вот этих всех историй, он действительно, ну, веселый, он развлекает, и при этом дает мысли о том, чтобы подумать, осмыслить, а как это вообще все работает в танцевальной индустрии, в том числе сейчас. Если он не поспешит, я сам не удержусь. Мистер Кашл! Несмотря на то, что данный фильм не такой раскрученный, как другой его известный коллега, тоже снятый за относительно небольшие деньги, но ставший супер-мега популярным «Грязные танцы», по уровню накала страстей, драмы и, на самом деле, значимости и влияния на очень-очень многих людей, фильм «Австралийское танго» или «Танцы без правил», ну, то есть, опять же, куча разных вариантов, но я уверен, что вы теперь точно найдете этот фильм. Однозначно, фильм стоит посмотреть, и вы сто процентов влюбитесь в этот фильм. Фильм чертовски хорош. Я вам его настоятельно рекомендую к порассмотрам. Надеюсь, данный обзор фильма вам понравился, вам было интересно. Если вы хотите еще, ставьте лайки, пишите рекомендации фильмов, которые вы хотели бы, чтобы я сделал обзор, посмотрел какие-то интересные факты. У меня сейчас несколько фильмов, которые я тоже хочу обязательно вам рассказать, которые являются классическими, к сожалению, многие из них, ну, то есть, у них нету столь пристального внимания со стороны танцевального сообщества, но они стоят того и с исторической, и с культурной точки зрения. Это танцы, которые вообще перевернули отношения к танцевальной культуре, которые существенно повлияли на развитие танцевальной культуры в мире. И такие, конечно, вещи нужно знать, потому что, я надеюсь, когда-нибудь, может, мы дождемся, и в России что-нибудь тоже такое значимое появится, то, что перевернет вообще отношения к танцам у наших сограждан. Вот, ну, в общем, еще раз, да, ставьте лайки, до встречи. Меня зовут Павел Собирай. Рад вас видеть, и до следующих встреч.